Вечеслав, 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 Господь, Пусти и Павел. Благослови Царю Небесной! Утешитель от души истины, И жизнь в детстве, И вся исполняяй сокровища благих, И жизнь от Богателю, Приди, все ли сомны, И очистины от всякие скверны, И спасти Божьи души нашим. Отец наш Небесный, Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови эти наши занятия, беседу по Слову Твоему Святому. Даруй Господи, чтобы те отцы святые, которые были движены Духом Святым, помогли нам в этом разобраться в Словах Твоих, для того, чтобы спаслись наши души. Даруй Господи нам быть истинными подвижниками благочестия, искренными христианами, от всей души, от всего сердца чистого, верующими в Тебя, в чистоте совести. Помоги Господи нам, все преодолевшее устоять. Даруй в этот пост нам очиститься от скверны, духа, плоти, все то, что мешает нам прийти, идти за Тобой. Не даруй нам, Господи, противиться Тебе, даруй быть верными учениками Твоими, как апостолы. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Евангелие от Матфея, 5 глава, 42 стих. Просящему у Тебя дай, и от хотящего занять у Тебя не отвращайся. Брак ли то, друг ли, или неверный просит притом у Тебя денег или другого пособия, дай ему по Твоей возможности. Взаимы же дай не с ростом, но простой заем для пользы ближнего, ибо и во время подсказанное, ибо и во время подзаконное иногда давали взаймы без процентов. Это про еврейский закон. Ну тут как бы идет речь противовес иудейскому, вот этому ростовщичеству, которое особенно сейчас у нас вот сильно развито. Везде прям идут и там уже стихами, если ты там не там-там-ту, то иди быстрее в деньгу. Деньга назвали, этот ростовщический клуб. И теперь ходит он это, и такая деньга, как будто монета такая, улыбается тебе, все, только зайди, попади туда. А вы знаете, что такое монета? Это называлось всегда серебром. А серебро, сребролюбие, корень всех зол. Только туда пальчик запустил, и тебя оттяпают по самую шею, все, ты сразу, сразу попадаешь в кабалу. Там такие проценты идут, и там, там у нас маленький легкий процентик, там, и все такими стишочками тебе все. Все подали. Здесь же совсем противоположные. То есть человек, есть, и сейчас такие добрые, назывались меценаты, всегда помогали даже безвозмездно. Ну, брат, недавно помог, в воскресенье, стоял, правда, долго он с этим, какой-то инвалид подошел, ну, так, чисто одетый, молодой. Я засомневался, что он. Ну, он что-то засомневался, брат. Я говорю, в чем дело, 15 рублей просит. Я говорю, может, ему хлеб нужен? Он говорит, да, мне хлеб нужен. Так ты сходи ему хлеб-то купить, что ты с ним 15 рублей-то не давай, конечно. Ну, пошел, купил хлеб-то им. Не за 15, наверное, купил-то. За 16. За 16. Вот, пожалуйста, на рубль встался ближе к Господу. 16, 18. И все, он с удовольствием принял, поблагодарил? Он говорит, дайте мне на хлеб насущный. На хлеб насущный. Где-то же вон это. Мне говорит, я все время, я уже 2 года, говорит, у церкви прошу, мне церкви всегда подают. Я, что это самое. И я, говорит, 2 года живу за чужой счет. Я говорю, а почему ты не работаешь? А я, говорит, не могу. Я, говорит, 2 часа стою, и мне надо лечь. Есть такая болезнь, какая-то разжижение суставов. Я сейчас не силен терминологий-то. Он стоит с тросточкой, видно, что хромает там. Но молодой, правда, что можно тут сказать? Два выхода есть. Сказать ему, иди работай и уйти. Но другой выход, взять хлеба ему. Но только не деньги давать, однозначно. Потому что ему сразу нужно купить уже не хлеб, а мороженку там или еще что-нибудь. Как было такое. Подъезжаем к ларьку, ну там булочки, мороженки, все продают. И пацаны, он стоит, ой, там, давно не ели с братцем, купите нам хлебушка. Я зашел, ну, ларек, покупаем хлебушка. дяденька, а может быть, вы чуть-чуть добавите, купите нам вот этих булочек. А маленький стоит, а я еще мороженое хочу. Думает, под это завязку все пойдет. Я говорю, давайте я вам беленького хлебушка куплю, ребята, и вы будете знать, что такое вкус хлебушка. А то вы, так и не узнаете. Купил не серого, а белого хлебушки. Всякие бывают случаи, надо немножко, как бы, тут просматривать. Я себя маленького вспомнил, думаю, да, я где эти мороженки видел-то? Шкуляли, везде бегали, по этим, по телефонным будкам везде лазили, собирали, как пившочки эти, под трибунами, там, всякими, туалетами. А ты вот не понял, брат, по-моему, я у Златоуста читал, что, когда такая ситуация, и сомневаешься, дать не дать, обманывает он тебя, не обманывает. Ты говоришь, сначала дай, а потом, начинай выяснять, чтобы это не послужило поводом, чтобы он не подумал, что тебе жалко. Нет, такого нет. Вот я читал, мы тоже читали. Только не у Златоуста вы это читали. Дело все в том, что, это, как только ты ему дал, и теперь держи его ноги шире, он стоит и ждет тебя, когда ты будешь исследовать, где он. Он сразу на ход, его нету, поэтому не надо ничего придумывать. Это уже, если человек у тебя просит, вот тут как написано, читай. Да, просящему тебя, да. Все. Человеку не так просто попросить. Ну подойди сейчас у кого-нибудь, попроси. Это не так было, не так просто. А сейчас все просят, кому не лезь. Нет, не так. У каждого храма стоят, пенчушки, поберусь. Ладно, пенчушки стоят, но кто у тебя просит, что? Ну, люди даже хорошо одевают. Ну, вот у меня сосед, он ни разу у меня ничего не просил. Серега, вот он сосед. Вот здесь соседа никто, вот старый, дядь Витя, это, старый уже, ничего не просил. Он даже у меня не просил снег скинуть. А вот у меня раз в месяц, да, попросят, как вот, как, и по квартирам ходят, понимаешь, ты ходишь с собаками, у тебя дрессировка, телефон, и ты как общественный человек, поэтому, что сказать, тебя уже знают каждая собака в этом Барнауле, поэтому, что тут, брат, ты уж делай поблажки. Поэтому тебя тут просят. Каждая собака мне сразу лапу подает. каждая собака кевает тебе навстречу. Итак, о чем здесь речь идет? Не отвращайся, просят, дай. Даже, написано, враг ли то, друг ли, или неверный просит. То есть, неверный, а в другом месте сказано. Покажи рассудительность. Покажи рассудительность и помоги наипаче верному. Вратом уже, да, по порядку. А то так можно все раздать, а сам совершенно правильный день без квартиры. Совершенно правильный. Не, ну мы и говорим о милостыне, когда подать милостыню, это небольшие... Ну, понятно. Человек, или когда подать что-то... Как Игнатик, рассказывал, у него почему-то много таких было. Я как-то... Насчет этого у меня такого нету. Наверное, потому что он как-то на одном месте долго работал. И он прям на работе занимал, говорит, людям. У меня, говорит, постоянно целый список был за, кто мне должен. И как-то обходился он. Я так понимаю, если бы он был в сегодняшнем отношении, что община есть, есть кому занять, уже отдать, даже безвозмездно кому-то помочь. Может быть, у него этого и не было. Вы можно помолчить? И вот руку поднимать, когда надо что-то сказать. Вы поднимаете руку или нет? Нет. Двойка вам. Тогда не разговаривайте. То есть, может быть, это как-то по-другому вылилось. Но тогда, когда не было общины, брат наш трудился на духовном поприще. Хотелось делать все по слову Божьему. И вот он давал по этому слову. И говорит, отдавали всегда, постоянно. Так что, если вдруг это какой-то человек... Но! Но! Он всегда спрашивал, на что нужно. Всегда. Он просто так не давал. Всегда на что нужно. Если там нужно было на какие-то... Ну, у кого-то там с получки до получки не хватало такое было. Ну, и пенчуги тоже были. Ну, он говорит, как-то это проходило. Не знаю. Это вот здесь очень сложно уже сказать. Но, однако, безвозмездно. То есть, ты отдал, и тебе столько же отдали. Все. А милостыня, это другое. Ты отдал, и все. Это не заем никакой. А здесь расставщичество у евреев сейчас. Дали вот так, а теперь отнимают вот так уже. У них даже не просто, они сами предлагают возьмите у нас, возьмите у нас. Да хочу уберечь-то идет. А потом, там есть специальные, я сейчас, если может, кто знает, как-то... Конторы по вышибанию. Да, конторы по вышибанию, они как-то называются. Олеговский. Олеговский. Олеговский называют. О-о-о-о. Специалист пришел. Я так и подумал, что ты сейчас поможешь. У нас как раз идет о займах. То есть, если мы верующие, и нас попросили, написано, как вот, даже не верующий попросил, у тебя просит. Ну, ты там рассудил, что ли, ты можешь дать ему. Можешь или нет? Тут конкретно говорится, можно дать ему. Написано, дай. Тут даже повелительный глагол дай. То есть, не можешь дать, а прям не отказывай ему и толкование говоришь. Если у тебя есть деньги, да? Да, по возможности. А ты достань толкование. Я думаю, не только деньги здесь, не только в деньгах дело, еще каким-то трудом, может быть, какой-то вещью, может быть, и так далее. Потому что... И другого пособия. Делег, и другого пособия. Дай ему по твоей возможности. Все. Ужнать тебе машину, бери мне, не жалко только. И другого пособия. Допустим, пособия, если... То ли ты смеешься, то ли я чё за перестань. Ну, какое вот еще? Ну, пособия. Ну, осла там, сейчас раньше, дай осла съездить, там, берегу, сейчас, той машину, бери. Нет, брат, давай тогда... Дай, давай погасить, если в деревне потерять. Это что, с рассуждением у тебя опытность могучая. Но блажение давай, нежели принимать. Поэтому работать нужно на трех работах, чтобы... И тут написано, ну, ладно, давай ты даем для пользы ближнего. Давайте ты ему на бутылку даешь, какая польза такая? Давай, давай, в этот момент я... Давай тогда так рассудим. Это, руки поднимаем. Давайте тогда так рассуждаем. Поглядим. Вот я приезжаю со своей работой. У меня сразу дают хорошую сумму денег. И у меня брат здесь. Он прямо здесь, вот родной. Вот прямо недалеко живет. Три остановки на это... Кардиоцентре. И он узнал, что я приехал уже. И ко мне домой в гости. Вот он, пожалуйста, чай пить, хлебосольный. Он, ну что, ну как там у тебя, как работа, как, что там, тяжело? Да, тяжело. Ну что, подзаработал что-то? Ну да, подзаработал. Это хорошо. Слушай, у меня такое дело, вот прям, женой до развода. А что такое? Она хочет с хорошей такой, ну, на кухню себе этот, гарнитурчик хороший, полтишок стоит. Негде взять. Ты же займи, у тебя же деньги-то есть, ты же по брашке все-таки, а то жилой развод произойдет. И что? А я заработал всего 50. И что дальше делать? По возможности. По возможности. Вот он, по возможности. А он может мне отдать потом, скажите, извини потом. Так подожди, ты что не смотришься? Ты у меня такая ситуация. Ты что не смотришь-то на то, что он умирает без куска хлеба, что ли? Что ты ерундой-то занимал? Разговор-то не об этом идет. Разговор идет для пользы ближнего. Для пользы. А польза в чем? Давай польза в чем? Как сохранить? Подожди, не надо сказками рассказывать. Он еще не то. Он скажет, что у него рука отпадет. Ну, значит, они что-то врет. Дальше. Да не врет, он преувеличивает. Это нормально все для неверующих. Теперь, он обманывает просто, и все, что непонятного-то? Ему надо, ему хочется, какими трудами моего брата возьмет, а брат же не будет бить его. Не придет же, как называют? Коллектор. Коллектор. Не придет же, я же не он. Поэтому тут не в этом дело идет. Ты должен теперь рассудить, что человеку нужно, самого потребного. Ты должен это знать. Что потребное самое для человека? Начинаем. Одежда, питье, жилье. Жилье? Где написано это жилье? У Христа было жилье? Он не просил ни у кого. Хлеб потребный. Так, хлеб, правильно. Ясочно. Следующее, что? Одежда. Одежда. А остальное, говорит Господь, царство небесное ищи. Жилья у Христа не было. Там приложится. А это тебе приложится. И это, что перечисляется в толковании? Хлеб, еда, питье и одежда. Все. Все, брат. Питье, еда, одежда. Все. Ну, и написано, если брат твой придет к тебе и скажет, и скажет тебе, ногой брат придет и голодный, а ты скажешь, иди, грейся, питайся и ничего ему не дашь, то грех на тебе написано. Вот и все. Вот мысль-то откуда идет. Что непонятного? Ну, если в лютый мороз тебе... А не шкафы какие-нибудь. Если в лютый мороз придет тебе обратно, скажет, ну вот, подожди, что ты его не пустишь, как? Вам не указано, углубить я шубу и... Не надо перехлестывать. Нет. Нет. Потребное. Жилье странно приемствовать. Сколько ему лет уже? Я откуда знаю, чем он занимался? Чего как маленький-то? Ну, потребное, маленький только потребное. Ну, в Сибири, я считаю, надо жилье. Сереж, ты уже далеко ушел. Да. Жилье. Ну, совсем с ума. Я прошу... А, ну, кровь, да, кровь, кровь. Не прошу квартиры давить-то. Кровь, кровь может быть, да. Кровь может быть, да. Уже договорились, еда пить. А то, так вот допустил человека, его поварили. Такие-то, что же бывает. Дело в следующем. Дело в чем? Почему Христос в Евангелии не говорит о жилье? Почему? Кстати, плохо, молодец. Сколько сейчас у них там температуры? Вы знаете, когда у нас здесь сороковник заворачивает, у них сороковник уши в жару скручивает. Я пройду и хотел... Вот и все. Вот и... Теперь дальше. Сколько процентов населения живет, как у нас, в этой, как говорится, проклятой всеми зимами и морозами стране? Кто? Никого. Одна Канада и та вся к Оттаве прижалась. Оттава, это там рядом идут великие озера, там такой, ну, умеренный климат. У них там не очень холодно. Минус 50% Норвегия там еще. Гальфстрим. Все. Гальфстрима у них нету. У Канады. У Гальфстрима это Англия, она... Англия, мы находимся южнее Англии. Но у нас уши заворачивают минус 40. А у них в этот момент, когда у нас минус 40, плюс 15 и туманы и все. Это дождливая Англия. Такая холодная, брррр, там все замерзают. И сказки нам рассказывают, как дети там нищие, там умирают и так далее. А когда начнешь смотреть географию-то и подумаешь, нам все время уши закручивали, макароны навешивали. Это наша родная партия. Мы самые, что нам всем помогать надо было. России. Так у нас как водоморы был. Куча запасов, куча запасов. Как только людей оторвали от цехи, начали покупать хлеб в Канаде. Я про Канаду рассказал. Канада тоже она не очень хороша. В Канаде там пахотных земель что-то 15, что ли там или 20 процентов всего. Еще и продают. А у нас очень много пахотных земель, но все. Людей оторвали от труда. Это везде о труде только и говорят. Вот в Америке, приехали с Америки ребята там, баптисты. Говорят, мы непривычные. А они такие есть. Я с ними работал в бригаде. Они на работу приходят в десятом часу, полдесятого. Ну такие ребята спокойно приходят. Придут, посмеются, чайку еще попьют. В 11 начали работать. Ну правда, работают допоздна. Позже, чем я бывала там, они могут и до 8, до 9. А я все время прихожу, как штык, 8 часов на работу. Думаю, да что такое? А они туда поехали, в Америку, приезжают оттуда. Я говорю, ну как? Одно, говорит, плохо. Так, говорит, платят побольше раза в 2-3, чем здесь. Ну, говорит, одно плохо. Приходится, говорит, вставать, в 4-5 часов утра. А я говорю, что такое? В 6 часов, говорит, надо быть на работе. Я говорю, а вы же, а они занимаются ремонтами. Я говорю, ну а вы ремонт в квартирах делаете, в квартирах. А люди там есть? Ну, бывают там, и люди живут, там одну комнату делают, другие. Ну, в Америке тоже. Так же, как у нас. Я говорю, так, а что, вы не мешаете? А никого нет, говорит, уже. Все на работе. Я говорю, как на работе? У них, говорит, в 6 часов работа. В 7. В 6? В 7? Ну, в 6 тоже, там в 6. Нет, они в 6 выезжают, чтобы в 7 на путь. Ничего себе. В 6-5. И, говорит, у них это очень, очень, там, до такой степени, говорит, за этим следят, чтобы ты был на работе точно прям. Вот это у них, а у нас разложили полностью всю страну. До такой степени разложили, что крестьянам, которые, можно сказать, у них в крови с молоком матери, вошло вот это вот земледелие, коммунисты говорили, когда нужно сеять зерно. И договорились, собаки. Остались мы вообще без зерна все. Да? И без крестьян, кстати. Молодец. Один американец, я помню, политик, не запомнил. Он говорит, я 15 лет в России трудился, чтобы вот так разложить страну. И сам смеется, говорит. Масон какой-нибудь. Ну и говорит, чтобы эти страны, республики наши отошли от нас. 15 лет он трудился, чтобы вот так вот расхолодить людей. Ну, ну, я видел. Как люди трудятся, вот видите. Один там про Афганистан рассказал. А? Американский. Нет, там один тоже сидит, разглагольствует, как он эти зенитные ракетные комплексы, вот эти оса, стингер, оса переводится с английского. Наши самолеты сбивали вертолеты в Афганистане. Как он хвалился тем, как они водили туда, как караваны доставляли тоже. И он сидит, рассказывает уже здесь, комментирует, как они все это сделали. Ну, это назло-то, это все понятно. Мы-то сейчас говорим о том, как нам, будучи мы христианами, как правильно исполнить этот закон Христов. Брат-то недаром сидит и тут настаивает. А как быть, если вдруг кто придет, но если вдруг действительно лютая там, лютая, холод там, и действительно человек замерзает, ну, подбери его, да. Ну, дело все в том, что вот я сейчас хожу здесь, дворами вот так прохожу мимо, и там теплотрасса идет. И на теплотрассе так вот лежат рядами люди. Ножки у них вот так, чик-чик-чик-чик-чик. Вот, ножки у них. Раз-раз, одеялом закрыты, а ножки торчат. Почему? Жарковато, потому что приходится в ботиночках, все. Женщины там же лежат, все. Показать вам? Ну, очень, они там все. Я спускался, вы к ней, они в люках, живут в теплотрассах. Что ведь, да? Ну, и теперь дальше. И, казалось бы, надо людям помочь, да? И вот идет, идет ток-шоу. И берут такую бомжиху, ну, там, опрашивают их, все. И одна такая находится, бомжиха, ну, ничего нету. Ее спрашивают, будете выступать, вам вопросы будут задавать, будете отвечать? Буду. Ее подкармливают чуть-чуть, ну, 10 дней, вот, 10 дней назад, говорит, мы с ней встретились, ну, там, все нити, которые ей там ее, душегубцы навставляли, немножко замазали. И вот она сидит, приодели ее чуток, сидит, и вот, снимают жизнь, ее жизнь, таких вот, как она, и выступают все. Кто-то, редко кто выходит из этого состояния. И спрашивают, а вы кем работали? У вас какое, ну, как образование высшее? А кто вы? Химик. Она. А где вы работали? Там-то, там-то работал. А почему так получилось, что вы? А я поссорилась с начальством. А почему поссорились? А мне показалось, что вот меня там зазирают в моей лаборатории. Она там занималась какими-то исследованиями. Чуть не научный работник она. Скорее всего, даже научный. И все, и она ушла, хлопнула дверью. А потом давай устраиваться, нигде не могу устроиться. Как раз ее переструбация пошла. И все, и она вот здесь оказалась. Квартиру начала пить, ну, с горя. В один прекрасный момент проснулась. Квартиры нет. Все. Как подписала пьяная. И вот сейчас ходит с китайца. Ну, и сейчас ей говорят, ну, а вы бы сейчас пошли там, допустим, если бы вам сказали, что, ну, все, работали бы там или нет. Она долго-долго думала там, губами что-то перетирала, потом, нет, я туда к ним никогда не пойду. Я считаю, что они не правы. Вот так. То есть, все зависит от гордости человеческой. Да. И вот эта гордыня, она ведет, а брат мой, пожалуйста, он не работает. Я его спрашиваю, почему не работаешь? А он мастер по наладке станков, автоматика, как они называются-то? ЧПУ. Да. ЧПУ. ЧПУ, да. Вот, ну, тогда это было вообще круто. Сейчас-то другие уже, но все равно, это 90 какой год, пятый я приехал. Я говорю, а ты что, не на работе-то? А он уже года три как не работал. А пока мне не будут 30 тысяч, я туда ноги не положу. А 30 тысяч и начали платить, только может лет через 10. А он уже весь спился, бутылки ходит, собирает. А не пойду я туда к ним, и все. Возьми меня к себе, отойду работать. Я говорю, это, три года не будешь пить? Пошел, Игнатина сейчас спросил. Он говорит, ну, дай ему задание, три года не пить. И тогда я говорю, три года не будешь пить. Чего? Не пить? Я говорю, да ты что, такой кошмарный приедешь туда, там первая пьянка, ты там устроишь такое в фестивале, и я там тебя протеже. Да ты что? Ты же должен показаться сначала. Да пошел ты. Все. Ну, сейчас что? Калека полный. Обе ноги сломаны, черепушка проломлена, чуть не до мозга. Не, еле говорит. Ой, инсульт. Парню 54 года. Инсульт, да, это было? Нет, не инсульт. Пьяный был, его напоили. Ацетоном хотели, квартиру так же, чтобы переписал. А ему переписал, он, он написал, но дело все в том, что квартира не на нем была. Мама хорошо сделала, на себя оформила. Поэтому, зря его убивали. Еще у меня вопрос, то есть, попрошайничество, в свое время была такая статья, попрошайничество, все знают, что нехорошо. То есть, это раскола, человек не работает и привыкает жить за счет других. Вот такому человеку грех давать деньги. А ты его не увидишь. У нас была попрошайка прямо в общине. Подожди, вот раньше была у церкви, она у всех просила. У них была грамота. У ней ребенок маленький был. Я нищий, у него, а сейчас у нас... Подожди, кого ты рассказываешь сказки, кого ты вот так вот тут руками размахуешь? У кого были? Игнать Тихонович говорит, в старину были такие как грамоты. Это другой разговор. Раньше, в старину, когда мы никто не помним. И поэтому, вот в книге правил написано, одно из правил, прямо здесь вот написано, сейчас не буду листать я где, я можно найти попытаться. Ну, на память было. Написано, что верительная грамота должна быть. Их никто не отменял. Нету верительной грамоты. Ты не нищий, ты не... Никакой тебе, значит, кто-то оказывает помощь. Все. Как все слушалось. Но их нету, никто не дает верительной грамоты. Ты попробуй подряд. И причем должен дать архиерей. Архиерей должен дать. Представь, такой бомжар подкатил к архиерею. Вот, владыка, я вот это, вот такой. Он только перегаром дыхнет, он скажет, иди отсюда. Он даже к нему не подойдет, в общем дело. Тут всем понятно уже. Когда ты, конечно, чистый такой, все, аккуратный, подошел, такой, боевой походкой, грудь колесом, весь такой, молодец. Я не хочу работать, дайте мне верительную грамоту, чтобы мне деньги собирать. Пошел, вон, есть, повернулся, и пошел на работу, и все. Поэтому никто и не спрашивает верителей грамот. Сейчас не те, когда было в приемности. То есть это грех получается, да, вот вообще-то, попрошайниче. Само собой, у нас не просто грех, у нас в общине была попрошайка. Женщина. Она сначала была нормальной, у ней муж был военный. Она решила идти за крестом. Мужа по боку. Муж ушел. Осталась с ребенком, с двумя детьми, одна. Даже с тремя, да. И все. Она откормила его. Я прихожу, был в 96-м году, вижу, бегает вот такой пацан, вот такой большой. Бегает, бегает, бегает. Вижу, там женщины сидят сзади, как у нас там. Он подбегает к одной из них, вот так вот грудь прям расстегивает, вот так вот прям, хоп, быстренько. И вытаскивает грудь из нее. В церкви нашей, представляешь? И припал глазонками на всех, у нее сиську сосет. Это что, нормально? Собо лет. Я потом вышел и говорю, это что такое у нас? Пять лет, говорит ему. Я говорю, пять лет, и он сосет грудь до сих пор. А что такое? А она не хочет работать. Как ей нужно поступить? А у меня еще молоко есть, пускай ребеночек сосет, грудь, все. Он же маленький еще. Ему пять, у него зубы уже, как у волка. Он уже отгрызается. Уже сговаривается? Да. Ну и так с ней какие разговоры вели? Бесполезно. Вот я на остановке стою, она подошла и говорю, ко мне не на чем доехать, дай мне денег доехать. Ты понимаешь, как я должен себя вести? Она ходит в общину, сестра там и так далее. Раз подошла, второй раз я подошел, к Игнатихничеву. Так и так, а что такое? Сестра, я говорю, если там что-то такое, надо ей тогда помочь, она без денег, безо всего. В чем дело? Потом раз выясняется, там она просила, там просила, там ходит к одним, там к другим. Вы попадали под нее? Да вы-то постоянно попадали. Вы не попали под нее. Вы попадали под нее? Раис Николаевна. Я-то знаю ее. Ну вот она, пожалуйста, знает. Вы попадали под нее? Нет. Нет, ну вас она плохо знала. Ваши же не были. Нет, почему нет? Мы же вместе крестились, да, поэтому она просто, она ее увидела. И что, вы выгнали, да, Путин? Мы ее из общины выгнали. Обказали. Не просто выгнали, ее вытягивали из общины, прямо вот так вот брали за руки, за ноги, выносили, ну аккуратно, и так на дорогу посадили, и иди куда хочешь, все. А она прямо вот так кидывалась на ворота, прям всей массой, вот так, прям билась. Я никуда не уйду, пускай милиция не заберет. Она ходила в Покровске. Ходила она туда. Вот так вот. Так что мы с этим боремся. Маленькая оказалась сейчас быстро. А что с ней стало? А она в Покровске пошла, ходила в Покровске, все, я не знаю, где. А, она, у ней что-то, короче, инвалидность она начала получать. Какую-то. А, душевная болезнь у нее началась. Ну, она, началась эта душевная болезнь с ребенка, которого она кормила, вот грудью, в пятилетнем возрасте, в церкви. Это однозначно. Это однозначно был какой-то грех. Ну, никто как-то, я не знаю, что, никто не видел, что ли, даже не было. Они все стали душевно больные. Этот, его, по-моему, сидит, что ли, зачетный. Пацаненок, который у ней грудь ссал. Вот сестра что-то хочет сказать. Да, сестра. Тут больше как ходит, давать, не давать. Вот, например, на Украине война. Вот, действительно, им есть нечего. Вот бабушки сидят, например, просят. Да. Вот им, есть нечего. А что мы сейчас в настоящем 21 век говорим о тех, кто работать не хочет? Они не хотят работать. Не, не, мы говорим просто о нашем времени. Дело все в том, что вот это, вот это еще, как получится, беседа наша, она уйдет еще на камеру, и кто-то, может, даже просмотрит и будет участвовать в наших вот сейчас дискуссиях. И ему это, человеку поможет. Мы берем, поднимаем места Священного Писания. Мы уже подняли места Священного Писания. Апостол Павел говорит, если брат и сестра придут к тебе и ноги голодные, и ты скажешь, иди там, грейся, питайся, сам ничего не дашь, то грешен ты, грех, грех на тебе, ты грешен, ты нечестиво поступил. А как должен поступить человек? Вот тут написано, дай написано, дай. Теперь дальше, теперь дальше, кому нужно, в первую очередь, оказывать помощь? Брат дает место Священного Писания. Ближнему своему, ближнему, это тот, кто верующий, в первую очередь. Потом дальше, родственникам своим, об этом дальше Слово Божие пишет. Кто о близких своих, родственниках не заботится, хуже неверного написано. Следующее, а теперь кто еще? Ближний свой, кто ближний? Это мы уже в Евангелии от Луки, 10 глава, берем притчу о Самарянине. То есть, мы должны быть как Самарянины, не смотреть на то, там, мусульманин это или кто, если человеку действительно трудно. А, кстати, у меня же был такой момент, я вам сейчас расскажу. Я только вспомнил, таджики у меня работали здесь, мама им заплатила деньги за то, что они тут помогли, а я был в Тайге, уехал, я тоже поработал, но не было у меня. Заплатила все, и они это, так вот, запомнили наш дом, и вдруг стучатся, ну, стук в дверь, я открываю, стоит толпа, человек 6 или 7, таджики, заходят ко мне, причем и знакомых как бы нету, один таджик тут толстый прохаживался, и этот парень, который у меня работал, говорит, это наш бригадир, я вот его запомнил, все, его как-то интересно, Дин Мухаммед, имя его, Дин Мухаммед, у меня даже телефон где-то есть, и он зашли, так они все, дядя Игорь, можно пройдем, ну, проходите, представьте, такая банформирование, таджиков, зашли, ну, все в бригадир, я такой, а с чем делать, ну, типа, ребята работали, сказали, может быть, у вас тут есть что, поработать там, и так далее, я говорю, да нет, я сейчас, сам на работе буду, меня не будет, поэтому, я нет никак, они такие раз вижу, топчутся, я говорю, а что у вас такое, да у нас сейчас что-то сработает, так слабо, говорит, вообще есть нечего, представь, семь человек мужиков зашли, и я знаю, главное, что они, ну, это работают здесь, а они везде вот так вот подсобно, то там наймутся, то тут вот, а этот как бы у них, я говорю, прям, мне чего есть что ли, да нет, говорит, у нас, говорит, тут у каждого, говорит, по жене, говорит, детей привезли, говорит, не дадите нам хоть чего-нибудь, мы, говорит, так ходим, говорит, тоже познакомим, тут собираем, но я тут быстро сгоношил, у меня как раз, тут было закуплено хлеб, и масло тут этих, крупы всякой набрал, еще дал 200 рублей, ну, и, ну, вот, говорю, ну, пару таких сумок, больших, там, картошки, что-то такого, все, морковки, все это, и вот дал им, и они пошли, но я считаю, вот это вот попонятнее, да, мусульмане они все, однозначно, потом еще раз они ко мне приходили, но я уже им просто уже денег дал, уже, у меня не было таких запасов, я деньгами, ну, ты знал, что они не тунеянцы, не, ну, я знал, да, я все-таки их как бы знал, не просто так, что откуда-то ворвались, но я, правда, не знакомился с ними, но так как эти ребята тут работали, я смотрю, вижу, они работают, причем они приходят с утра, еще темно, часов в семь, им сказали, вот тут перепахать огород, там, то вырвать, там, перенести это, там, сложить это, разобрать, и вот они вот за тысячу рублей, вот, пришли, еще темно было, и ушли, когда уже ничего не было видно, тысячу рублей каждому, да, и вот они все работали, но правда, это, говорит, мы, только покушаем у вас один раз, говорит, немного, говорит, нам дадите чуть-чуть, можно, говорит, без мяса, просто хлеба там, да, ну, чтобы так, да, что-нибудь такого, я тут мамой, конечно, кормила, что там, говорят, но они поэтому работали долго, то есть, ну, считая, они работали где-то порядка, наверное, 12 часов, вот так вот, но сделали все, все сделали, единственный момент, только я спросил, говорю, а как вы там камень, или что, они, говорит, мы, как подсобники, только так, чтобы нам что-то доверить, лучше не надо, честно, одного звали Сардор, а другого звали Кучкар, ну, как хотите, так и понимаете, и причем, они не простые таджики, а выходцы с Индией, но они похожи на индусов, вот которые, ага, вот это, которые в фильмах-то старых, помните, там Сардиско, там они вот такие есть, как-то глаза, вот у них так подведенные такие, они вот так, губы какие-то, вот такие гучерявые, ну, точно, индусы, я еще посмотрел, что-то вы на таджиков не похожи. Ну вот, брат, я это, недавно в случае этот приводил, но еще раз его напомню, раз мы уже зашла речь, то, что у меня было, я тоже в частном доме жил, и так же, я уж раньше не говорил, а тут же, что сказать, зашел, в ограду захожу, ограда почему-то у меня не закрытая, сейчас не помню, почему у меня не закрытая, и захожу, там сидит бабушка на узелках, дальше прохожу, смотрю, в бане лежит мужчина, стонет, зуб у него вылит. Ваши, да? Да, прямо у меня в доме, дом-то сам закрыт, а они в ограду зашли, и сидят, бабушка на узелочке, а сын оказался, мужчина лет 40, там, лежит в бане, с зубом мучается, притом, видно, что и это, и вот они сидят, говорят, вот мы приехали с Екатеринбурга, показали свои паспорта, все, что у них документы на руках, мы, говорит, там работали, и нас, говорит, оттуда выгнали, расчет маленький дали, выгнали, вот, говорит, мы здесь очутились, почему именно в моем доме, я даже тоже не мог понять, но, так как я уже был верующий, я уже знал Слово Божие, я вспомнил Матфея 25 главу, Господь говорит, меня накормили, меня накормили, напоили, меня напоили, вот, согласно этой главы, ну, что делать с ними, паспорта вроде нормальные, я у них посмотрел, они говорят, нам бы вот переночевать, где мы там, а там дальше может что-нибудь, где-то устроиться, ну, я их накормил, баню стопил, они, женщина, вообще оказалось, очень плохо пахнет, от нее, бабушка помылась в бане, он помылся в бане, накормил, уложил уж, молюсь про себя, думаю, как мне поступить, вот в эту минуту, когда я зашел, и они сидят, у меня сразу внутренне, я помолился, Господи, а как поступить мне с ними, люди-то не знающие, я вижу, тем более неверующие, неверующие, и Господь положил на сердце, что помочь им надо, вот я и стал, ну, конечно, я не знаю, там, спал я, не спал в ту ночь, ну, по крайней мере, на следующий день, я поехал к главе администрации, добился, что им дали дом, там их потом устроили на работу, а через некоторое время, они пропали куда-то, опять куда-то уехали, то есть они вот такие вот, передвижные, все, вот такой случай был. Я, поднимаю руку, сказать, и как раз, если позволите, вот я хотела вот эту мысль, которую Володя начал, я вот потяну руку, хочу сказать об этом, что, вы знаете, у нас таких, вот тут написано, что, и дать по возможности, по возможности, это, ну, насколько позволяет у тебя возможность, но ведь это дать-то опять с рассудительностью, это одно, а второе, а когда начинаем с рассудительностью, то сразу вопрос, почему он идет просить в нашей стране, я не знаю, как где-то, я нигде не была, ни за границей, нигде дальше потеряю, я никуда не езжу, и клочком больше ничего не знаю, и, но я знаю, что в нашем государстве проявляется забота о людях, это проявляется, я не знаю, как, где, но у нас нет брошенных таких людей, если он сам, не желает быть брошенным, если он сам не желает работать, такому и не надо помогать, вот как, Володя, пример такой яркий, показал, что да, надо помогать таким людям, которые действительно оказываются в сложной ситуации, и как-то они сами, они хотят выйти из этого положения, им и нужно оказать помощь, а как, ну, есть у нас службы специальные, и в нашем городе, и в других местах, есть, в конце концов, даже в деревне администрация той деревни обратился, и там люди уже выяснят все отношения, но на сей момент, его напоил, накормил там, если что-то нужно, а дальше, а дальше передай его туда, кто этим занимается, этим вопросом, почему он оказался вдруг выброшен в нашей стране, слава Богу, пока нету таких людей, чтобы, чтобы он был государством заброшенной, поэтому нету, прям нету, есть, если он сам не желает жить, нормальный человеческий образ жизни вести, то таких много, все, слушаю, так, а вот смотрите, вот тоже укрытие, помогать, вот я заметил, много таких семей, ну, мужчины 40 лет, чуть больше, и мамки до сих пор содержат, пенсионерки, вот таких семей очень много, то есть, как бы, это я считаю, вот мамки сами виноваты, что так воспитали, то есть, как бы, я считаю, что, да, и они, нет, то, что, правильно заметил, и Тарас, и вы тоже, правильно сказали, это социальные программы, они есть, и тут сто, ну, это сто процентов, они есть, не то, что там тебя завалят деньгами, ну, чтобы ты умер от голода, но это, простите, это уже, не в какие, я вот прохожу мимо благовестства, храма, этого, Никольского, стоит, начинаю разговаривать, она кинула сначала, а, ну, это мне не надо, ясно, стоит с этим, со стаканчиком, женщина, я говорю, скажите, вот вы стоите здесь, вы знаете, что нужна верительная грамота, говорю, от, от епископа, а я, видать, шел, а, в облачении был, вот почему она со мной стала говорить, в облачении в своем был, с чтеца, она такая, я не просто так, мне это очень надо, а что такое, у меня сын больной, я говорю, вот что, пособие не получает она, ну, почему, получает, а что, ну, нам не хватает с ним, нам нужно там еще, на что-то, я говорю, а работать как, а ты кто такой, ну, и тут началось уже тогда, а так-то она вот успела ответить, то есть все у них есть, она сама на инвалидности, он, какой-то сын ее тоже, а может он и не на инвалидности, а просто ее бьет, вот, 40 лет, как правильно сказал, и так далее, то есть вот оно все, а теперь мы закончим все, заканчиваем все, я читаю, и Анна Златоуста, вот именно на эти слова, предписывая здесь давать взаем, спаситель разумеет не отдачу денег в рост, но простое одолжение, все, понятно? Закончили, читаем дальше, а то мы сейчас тут будем перетирать, простое одолжение, все, ты одолжил, человек должен тебе отдать, вот то, что я говорил, это милостыня оказалась, то, что там брат делал, это тоже милостыня, потому что отдачи никакой не было, а если кто-то пришел и сказал, займи мне на хлеб, все, я тебе отдам, сразу давай, все, простой заем, и не требуй назад, вот таких вот вершин, что давай-ка мне там проценты, а то там доллар подскочил, это заскочил, даже написано, не требуй назад, без процентов, то есть, если он тебе не отдает, то ты, ну дальше, ну да, понятно, простой заем, все, человек, там своя совесть, если он попросил бы милостыню, сказал, ну дай мне, а потом куда-то пропал, а тут, человек, который рядом тут где-то ходит, это понятно, он мелькает перед тобой, то есть, он в любой момент, где-то накопил, вот пришел, отдал, кстати, хочу заметить еще, что я думал, что эти таджики, меня как-то отблагодарят, у меня такая мысль, почему-то, кто-то придет, помогут, то что они скажут, давай сделаем, но умылся, ничего, никто не пришел, поэтому получилось милостыня просто, но я, я честно хочу сказать, я сразу, когда отдавал, Господи, сделай так, чтобы они ушли и больше не приходили, ну не то, что они, ну пускай там у них работа будет, все так надо, не то, что я там, потому что они все-таки мусульмане, а с ними надо беседовать уже, они вот семь человек стоят, а я им уже рассказываю о Христе, ну понятно, чем дело может закончиться, и вижу, что некоторые из них недовольны, поэтому я так подумал, думаю, я на это не готов, встать посреди мусульманской мечети и сказать, что Мухаммед лжепророк, хотя так надо делать, они не понимают, они не понимают, всего них, ты что, 43-45 стихи, вы слышали, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Толкование. Достиг верха добродетелей, ибо что выше сего, но и это не невозможное дело. Моисей и Павел больше себя любили враждовавших против них иудеев. И вообще все святые любили врагов своих и таким образом получили обетование. Их должно почитать благодетелями, потому что всякий, кто гонит и обижает нас, уменьшает наше наказание, которому мы должны подвергнуться за грехи. С другой стороны, и Бог весьма вознаградил нас за сие. Видишь, какое благо доставляет тебе тот, кто гонит и обижает тебя, если только ты терпишь. Под дождем и солнцем разумеет благодать Святого Духа и учение, так как Христос на всех изливает благодать и всех поучает. Кто принимает учение, тот живет во свете, как и тот, кто при солнечном свете зажимает свои глаза, остается во тьме. То есть от человека, кто если тут вернулись опять к тому же, что... Так, можно продолжить? Да. Так, продолжаю. Златоуст говорит, толкование на Матвея. Продолжая здесь это толкование, блаженную дефилакт, краткое, Златоуст довольно обширно говорит. И если запишите, то это будет очень хорошо. В самом деле, он повелевает не только любить врагов, но и молиться за них. Видишь ли, на какие вошел он в степени и как поставил нас на самый верх добродетели. Смотри и исчисляй их, эти добродетели, начавшись с первой. Первая добродетель. Не начинать обиды. Вторая добродетель. Когда у нас уже причинена обида, не воздавать травмным злому обидевшему. Третья. Не только не делать обиженному того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным. Четвертое. Предавать себя самого злостраданию. Нельзя. Это как? То есть у тебя обидит, ты обижаешь, переживаешь. Да нельзя переживать, да, в смысле? Если ты имеешь в виду. Предавать себя самого злостраданию. Четвертое. Предавать себя самого злостраданию. Злостраданию. То есть даже невзирая на то, что тебе кто-то будет говорить, да что ты там, ну давай тоже ему что-нибудь скажи в ответ, а то тебе опять сейчас будет там еще больше на тебя всяких обид. Ты должен стоять на своем. Пускай будет еще больше на тебя, еще там тебя будут, по еще по одной щеке ударят, под затыльни пинка дадут. Это сильно забыть. А плюют тебя, скажут дурак, стой до конца. Вот в том, что ты уже сделал, в трех ступенях этих. Четвертое. Злостраданием. Сам себя предавай, как Христос предал себя. Он же мог сказать что-то, а он стоял и молчал. Его заушали там, а в одном месте он малку сказал, если ты зачем бьешь меня? Он сказал. А в других местах ничего не говорил. Почему? Он сам себя предавал злострадание, потому что бесполезно было. Имеется ввиду огрызаться, да? Да. Но не огрызался, ничего. Сам себя предавал злостраданию. И так же и у нас тоже это может быть. Что такое злострадание? Построить зло. Подставь под затыльник, сейчас дам тебе узнать, что это такое. Желание ответить на зло. На зло, на зло, да? Это злострадание. И ты от этого... Нет. Злострадание, это если я тебя сейчас вдруг стукну, то это ты начал злострадать. А если ты мне в ответ стукнешь, то, значит, ничего не случилось. Нет, нет. Отсмотрите, есть такая ситуация. Я так понял. Я так понял. Вот это, например, тебе кто-то обижает, а ты переживаешь. Да. Не должен переживать, да? Да. Как ты должен переживать? Нет, ну как бы морально имею в виду. Почему нет? Охота же тебе... Тебя обижают. А ты терпишь, да? Допустим, бьют, даже пускай не бьют. Пускай тебя обзывают. Обзывают. Это самое первое. Тебя, ну, дураком обычно называют, или балбесом, что-нибудь такое. А ты, ну, тебя называют неправедно. Ты терпи, ты не должен на него теперь воздавать теми же самым. А там написано еще в равной степени отвечать. То есть ты можешь... Да, и в равной степени, и дальше, если тебя кто-то будет тебя принуждать, услышит и начнет. Ну, давай, давай, а то сейчас тебе опять там будет. Ну, ты должен стоять и принимать опять эти злострадания, то, что вот тебя поносят. Для чего? Для того, чтобы... Для из-за имену Христа... Теперь я рассказываю для чего. Все, не переживайте. И для того, чтобы пятую степень добродетели облисти. Пятая степень добродетели отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий обиду. Вот почему. Тебя все... Гнобят все, а ты еще больше давай. Ты, наоборот, благословляй его, благодари его, кланяйся в ноги там, поцелуй руку там ему, еще чуть-чуть. Брат, фильм «Отверженный» это исполнил, наверное, да? Фильм «Отверженный» про епископа-то, который своровал-то у него... Да, 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 да. Вот, пожалуйста. Один хороший пример. Фильм «Отверженный». Когда этот Жан-Валь-Жан идет из каторги и останавливается, кстати, вот еще о гостеприимстве, у епископа одного городка ночлег, видит у него там серебряные подсвечники и ворует их, и убегает. И его ловят. И приводят к епископу с подсвечниками вместе. А епископ говорит, как так? Ты же забыл того мне еще ложки взять. Достает ему ложки, туда ссыпает все. И вот так вот. Ну, то есть, злострадания продолжились. Он еще себя обидел, получается, епископ. А потом получил сколько. Какая награда всем людям. Этот Жан-Валь-Жан, когда у него совесть проснулась. Понятно? Враг стал другом. Игорь, а можно повторить? Добродетели. Добродетели. Можно. Можно. Я все ждал, когда начнут записывать. Первое. Не начинать обиды. Второе. Когда уже она причинена обида, не воздавать равным злом. Не воздавать равным злом. Око за око. Обидевшему. Да, око за око не должно быть. Не воздавать равным злом обидевшему. Третье. 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 Я хочу комментарии оставить. Я в Златоусте это нашел, я себе выписал тетрадку. К сожалению, с собой я не взял сегодня. Третье. Добродетели. Не только не делать того же, но и оставаться спокойным. Не только не делать того же зла, которое тебе сделали, но и оставаться спокойным при этом. Это силу нужно иметь страшную. То есть внутренне... Это никакую не... Силу Христову надо иметь. То есть внутренне ты не должен ненависти иметь к тому человеку. Я хочу рассказать случай, который отец Павел все время рассказывает. Говорит, проезжает он там по степям, по своим на рыбалку, ну и такие же на встречу едут, пьяные. Остановились, а у него нива. И так, дверка, ну как дверка, дверки там, а лето. А у него бородище здоровое такое отца Павла. Ну и там кто-то сидит пьяный-то за рулем, сразу цоп за бороду, ничего не спрашивая. Прям за бороду схватил. Я говорю, отец Павел, ну и чё ты? Ну как чё? Я ему, как дал по морде. Я говорю, отец Павел, а на что он это мне рассказал? Он мне это рассказал на то, как я ему рассказал случай, как меня мужик на остановке схватил за бороду при Надежде Андреевне, когда мы с работы возвращались. Сидели вот так вот, подошёл, ах ты козёл. Ну сначала долго ходил пьяный, но не видел роста моего, ничего. Просто мы сидим же, беседуем. Подошёл, схватил ещё пьяный, вот так меня за бороду туда всылаю, Надежде Андреевна его за руку. Я говорю, дождь, ничего не надо. Но он так меня трепал долго, туда-сюда я его, козёл там, бородатый. Я ему говорю, мужик, а ты хочешь, чтобы у тебя рука-то сохранилась? Он сразу раз её так спрятал. А что ты меня сейчас бить будешь? Я говорю, нет, сейчас тебя Господь просто ударит. Он не поверил мне. И в этот момент автобус подходит, мы с ней зашли и пошли вперёд. Лязы ещё тогда были, и там впереди места были, знаете, туда тяжело пробираться было, в кабине туда. И мы быстро проскочили, а он за нами, и бежит козёл там всё, а в этот момент люди-то тоже заходят, а он пьяный туда-сюда расталкивает. И там какой-то парень молодой такой, дерзкой попался. И он, кто козёл? Да я не тебе, я вон там бородатый какой-то козёл. Да ты сам козёл! Тот, что я козёл? Да ты, я тебя! Слышу, тыц, быц, водитель! Дверка останавливается. Я поворачиваюсь этого мужика за шкирку, и шик с автобуса вижу, запахал. Я думаю, вот мужик, тебя и достал Господь. Только рука может целая осталась, не знаю, а может и нет. То есть, и вот на это вот отец Павел рассказывает контр-свой приём. Я говорю, ну и зачем ты его убил? Ты же священник. Ты должен был объяснить ему, рассказать, кто ты, о Христе хоть успеть сказать. А он что сказал? Да он сказал, да как о чём у меня за бороды хватает? Всё, у него больше не хватило. Потому что мозг работает в другом направлении. А так как я всё время хотел исполнить закон Христов, не то, что тут Надежда Андреевна сидит, я просто хочу исполнить закон Христов. Я хочу его исполнить. И поэтому этот мужик, который пьяный перед мной мельтешил, как мошка здесь, он для меня потенциально братом был. Я думал, он бы рассказать бы ему, если бы он не пьяный-то был о Христе. Но неудача подвернулась. Но Господь ему рассказал. Я же не знаю там дальше что. А так бы можно было спугнуть его. Представь себе, начать драку на остановке. Тут рядом милицейские машины ездят. И я с бородой, верующий. Девять заповедей блаженства Христа знаю. И вот мне руки заламывают за то, что я избил пьяного мужика. А там хватало у меня за бороду. Не хватало. Кто будет выяснять? Когда я обличием явный бомж. Сколько раз Игнать его хватает? Поэтому... Четвёртая. Четвёртая. Да, или тоже. Четвёртая добродетель. Придавать себя самого злостраданию. Вот это интересно. Да. А ничего тут такого интересного. Злостраданию. Придавать себя самого. Вот он бы ещё раз подошёл, меня за бороду взял. Я бы не стал отбиваться. Не стал бы драться с ним. Никогда. То есть получается, если он не должен защищаться никак, да? То есть он должен убивать, резать, он не должен защищаться, да? Не, почему? Никогда сейчас не можешь. Не, ну, у нас было такое. Мы пришли... Не можно он не себя по защищаться? Допустим, вот. А этот схватил вот как-то вот так вот, правильно, по-настоящему. Вот сюда. Вот так вот он меня схватил. И как чуть ли за губу. И до такой степени, со всей силы, вот так вот. Я тебя, брат, люблю! И вот так, ромбёргает меня. И мне пришлось его за руки вот так взять, держать. И я вот так с ним мотыляюсь туда-сюда. И вот так я уже вставал, вставал, привстал уже, когда начал так немножко руки вот туда-сюда заламывать. А он ничего не слышит. Ну, не в себе. Насилую-насилую сестра тоже была. Я не знаю, видела она, нет? Короче, ели... А Серёжа, а Серёжа стоит и добрый молодец такой. Да давай ему сейчас окрумажем! Брату своему сердца. И я говорю, Серёжа, ты забудь об этом даже. Давай, это... Не знаете, как вам... Дёргай быстро отсюда. И он за него всё-таки успел уцепиться. Я говорю, он убежит за мной, следом нет, вижу, нет, нет, Серёжа. Мне уже говорят, так зайди, посмотри, может, что-то он там... И я говорю, да нет, нет. А то он меня ещё терпил. Я теперь, по примеру, брату встаю, его не бью. Вот значит, что не злострадает. Да. Защищаться-то можно вообще? Я не имею права защищаться. Я вот, я не понял этот момент. Но лучше злострадать. Нет, ну лучше. Но вот меня душат, например, убивают. Да не, не, не. Ну тут однозначно. Даже разговоров нет. Можно защитаться. Ты должен сделать так, но только не убить. Я понял, что ты изгонишься. Ну поломай ему там руку, что такое, пока он будет со своей рукой, там ай-яй-яй, ты убегай. Ну уходи быстрее, всё. Не надо там задерживаться, милицию ждать или что. Ну если можно, если ты будешь точно прав, если прав ты будешь, ну будешь не прав, если ты сломаешь руку, всё, считай, что ты сидишь как-то лошкин. Преодоление, как это называется, но если там душат, или там с ножом напали, о чём говорите? С ножом напали, ты не сможешь щититься. С ножом напали, там только по молитве Господне. По молитве, да. Если какая-то палка попадётся, хорошая под руку или ещё что-то. Нет, и вот... Давай, ты не можешь. Злострадание, это ведь бывает не только, но это самое, ну такой, как сказать, наглядное, вот примеры, все приводим, что в драку бросается, злострадание бывает, даже и не физические, я думаю, что и больше, это не физические, а духовные. И даже вот застрадание устраивает, например, вот появился один человек, верующий в обществе, который не верующий, и там этот человек, который верующий, он становится как бы камнем преткновения, и насмешки всякие разные в его адрес бросают, его считают как бы немножко не в своём уме, и даже бывают коллективные такие вот, ну как сказать, не нападки, а вот такое нелицеприятное, если можно так выразить соотношение к человеку, а ты потерпи, вот это, ты лучше пострадай от этого, и не пытайся им, а если есть возможность, возвестить о том, что ты христианин, и что это. Да, подождите, много разговариваем, надо смотреть, о чём разговор-то идёт, возлюби врага твоего, тут о врагах идёт речь-то, ну яма тут, зло идёт. Это не тот, который кинулся в драку, прямо в морду, а на открытые ямы. Да нет, в первую очередь враг тот, который тебя пришёл убивать, это уже однозначно. Забрать у тебя последнее, убить, чтобы ты стал рабом, и так далее. Ну вот тут же написано, как... Ну сам стихо о войне. Да, возлюби ближнего твоего и возниновить врага твоего. Ты слышал это написано? А я говорю вам, любите врагов ваших. Это о войне, конечно, тут явно. Ну, не просто, не то, что там, о прямой войне, но о другом, вот как, как, допустим, была вражда у евреев с жителями Ерихона. Ну вот они проходили мимо и зашли к блуднице. Блудница, они с ней там ничего не делали, просто они зашли переночевать. И она и приняла, саглядатаев написано. Пускай они свое. Смотрите, что. И она приняла, саглядатаев врагов. Оказала им милость. И оказывается, не просто милость, она приобрела спасение. Поэтому, вот как надо обращаться с врагами, до какой степени. Не просто они милостью в ее глазах обрели, а обрели жизнь. И она тоже через этих врагов своих обрела жизнь. Это уже, вот как, как спасает Господь, будем говорить. Это конкретно. Это мы берем в место Писания Иисуса Новина. Это не суди же Иисуса Новина книга. Правильно? Иерихон. Да. Иисуса Новина. Какая глава, точно не помню. Ну, наверное, третья, я так предполагаю. Может быть, вторая. Да. Вот у веровавших, да, домашние враги будут. Но это же не говорит о том, что мы от них отречься должны, а надо обращать. А не об этом речь идет? Нет. Нет. Не надо заходить во всякие дебри, это потом само собой будет. Это Евангелие от Матфея, десятая глава, когда мы будем говорить о домашних своих, о ближних своих, там будет свое. Здесь конкретные враги. Здесь конкретные враги. Любите врагов ваших, и так, ближнего, там, люби врага, не восстановись. У нас здесь, люби врага своего, молись за него. Мы сейчас это проходим. Конкретно враг, вот враг, кто считается врагом. Были фашисты, вот пришли фашисты, как нужно было поступать с фашистами. Вот пришли немцы на нашу землю, царь Николай, затеял огромную войну. Как нужно было поступать с этим врагом? Пожалуйста. Все, вот Христос сказал, как поступать нам. Везде мобилизацию давать им в руки оружие, которое потом обратилось против царя-батюшки. А нужно было молиться, не подбивать всех на войну, что потом стояли и падали на колени. Царь там молился в этот момент, да дай там нам разгром этому воинству. Ну и дали кому разгром? Кому дали разгром? Почему? Сейчас об этом никто не помнит. Церковники все как крысы попрятались по норам. Они там первые стояли с хоругвами. Бога молили, чтобы русское оружие победило немецкое. Ну и где оно победило? И что, Бога значит нет? Все молчат теперь. Так это, это те царские молились, а мы-то красноармейские попы, мы другие. Ну вот, за счет красноармейских попы, можно? А что ты хотел? Я вот сейчас смотрел передачу, Смирнов, знаете, такого видного деятеля. Злодеятель. И политик. И вот политик, бритые в галстуке, они обсуждают тему Украины. Враг, Америка, вот что, хотят напасть, что нам делать? И вот политик. Ну вот политика, вот Путина, вот сидеть и ждать, вот что-то вот она, это политика, она мне говорит, ну не устраивает, надо, лучшая защита, это нападение. Ну ты знаешь, что-то. Что-то надо, надо делать. И Смирнов, вот с таким, крестом во всём грузом, заявляют, да-да-да, вот они нам санкции, а мы, а мы будем сейчас продавать оружие во все страны ядерное. И он вот такое заявляет, и то ли Бога не боится, то ли что, я не знаю. Да он не знает. Людей не боится, Бога не боится. Ну как не знает, он в Библии так чистит. Получается, что люди грешные, да что же путь, понимаешь, что нельзя делать даже, то есть они против убийства, но за убийство на войне. Да-да-да, это мелочь, которая оттянет всё. И если вот тоже на Урале, братья, как ты к войне уносишься? Убивать нельзя. Всё, еретик. Еретик, то есть у них как бы это, ну как отечество, то есть это сейчас у нас попрут, а мы должны чё? Так, ну что, всё, ты сказал? Да. Всё. Мы теперь читаем Златоуста, и пускай попробуют эти попы, вот из этих восьми ступеней добродетели, придумать то, что сейчас они говорят про свои ядерные бомбы. Хотя бы даже об одном уколе шипом кого-то другого, пускай они поговорят, и более того, я скажу, мыслью пускай только подумают на другого, что он враг. Вот что им готово. Восемь проклятий за место восьми девяти добродетелей, которые здесь описаны, и мы только ещё на четвёртой остановились. Сейчас пятая добродетель. Отдавать более, нежели сколько хочет взять, причиняющий обиду. Отдавать более, нежели сколько хочет взять. Вот фильм вспомнили, отверженный, да. И что теперь нам дальше? Ну нас обидели. Да мы больше должны им отдать, нежели нас обидели. Это что, Бог бы продавать, что ли? Да это просить их ещё, правильно вы нас гнобите, мы такие есть. Они там скажут, да они что, с ума посходили? У них там какая-то тактика. А это всё было уже, в Библии было. И люди останавливались, смотрели, а потом приходил царь иудейский, смотрят с холма вместе с израильским. А что там блестит такое? Да не знаю, мираж какой-то. Да нет, что-то течёт. Течёт что-то, течёт. Кровь течёт. По рвану вот так вот, рвы такие идут, как видать пустыня, этот шёл шквал ветра. И рвы такие образовались. И по ним кровь течёт. Они туда скачут. Что там такое? Выскакивают. Три войска, которые собирались на них напасть, собрались. И Бог так сделал, что они перессорились между собой. И давай биться друг с другом. На этой равнине, где они отдыхали втроём. Представь. Они приходят. Всё. Одни трупы. Кровь вот так потоками течёт из этого поля сражения. И вот добро стоит сколько хочешь. А у них там полоски, ну что там, продовольствие. Только пришли, чтобы воевать. И они набрали всего этого и довольные пошли. Единственное, только забыли. Бога поблагодарить оба. Ну и оба потом погибли. Это, что Настасья Ивановича, они пришли его грабить, да? А он ещё вообще всё отдал, он всё, братья, идите, да? Вот так было у Серафима Суровского. Когда к нему пришли грабить, у него был один топор. Он, а он здоровый, говорит, был мужик. И трое стоят. Он взял топор. Ну мог бы помахаться-то ещё. И такой, поток говорит, ну вот всё, что у меня есть. Бросил этот топор. Они взяли этот топор и этим же топором его рубили. Но Бог так сделал, что он воскрес. Зарубили его, всё. Бог так сделал, что он воскрес. И потом эти трое, время прошло какое-то, они пришли к нему, покаялись и стали монахами. Вот как. А они зашли к нему, им сказали, там золото у него, жемчуга. Зашли в его лачугу. А у него топчан из брёвен. А они пытали его, да? Пытали или нет? Да ничего не пытали. Убили просто и всё. И топчан вот такой. Ну чё там понятно, лапчуга её недолго обыскать. Обыскали и иконка маленькая, иконка и Евангелие. Всё, больше ничего нету у него. И пенёк, на котором он сидел. Вот всё, что у него было. Ну они потом покаялись. Второе. Так, пятое. Записали? Отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий обиду. Шестая. Не питать к нему ненависти. Это сложно вообще, когда тебе... Ни питать к нему ненависти. У меня... У меня... Это... Мой тренер по борьбе, Вальдовский, Сергей Николаевич, когда я уже отзанимался, шесть лет или семь, да, дзюдо, семь лет я почти отзанимался. И он говорит, слушай, говорит, Игорь, хватит, говорит, себя это... уже мурыжить. И говорит, у тебя, говорит, нету спортивной злости. Тебя никогда, говорит, не быть борцом. Не голодный, мол, да? На победу. Вообще, до такой степени. Я прям отпускал соперника уже, на удушающий, на болевой, на что-нибудь его раз, раз уже, ну там бросок еще какой-то сделать, там на юг, это раз. А тут я его уже все завалил, уже он хрипит такой, жир припомни, такой, а-а-а-а, такой побагровел. Мне так жалко его стало, я отпустил. Он на меня навалился, я уже силу-то потерял, но я навалился и выиграл меня. Я туда-сюда никак-то могу вылезти. Все, проиграл. И он такой, ну зачем тебе это надо? У тебя нету спортивной злости. Он со мной разговаривает, я говорю, надо, там он такой, знаешь, как это, они кто-то, он у тебя валенки спер, Ваня, о, валенки. Бум, англичанин, вот он, бац, со своим боксом лежит, все. Так я, тут не получилось такого, я не Ваня оказался. Спортивной злости. Нету спортивной злости, никакой, и не было никогда. Я не могу вот на человека вот стоять, и вот как у меня, сотоварищ был боксером, он, кандидат мастера, он говорит, надо, все, сглость надо копить. Я говорю, как? Он стоит вот так вот, стоит, смотрит, 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 и у него пена вот так, вот так, пена. А-а-а, как набросится на эти мешки, как, давай бить их. Ну, прям у него пена вот так вот прям. Я говорю, ты что? Он мешок возненавидел, и под него лучше не подходи. Ого, мамашется до победного. Таше не изучал даже. Да я вот так, а у меня такие были товарищи. Нет. Так а он бился до победного, он много завоевывал, чего. У него потому, что была не просто спортивная злость, у него звериная была. Но я тогда не знал. Я бы вам так не получается побеждать на инстинктах. Нужно злость. А так нормальный парень смеется, все так, смотрит, смотрит, и на мешок представит, а-а-а, как он озверевший. Вот такие были бессерки, бессерки называли их, это у викингов. Они входили в такой раш, что пена, говорит, вот так у них глаза там. Таких на мазах. А нельзя таких. Это разум человек теряет, и он получается на инстинктах. Да-да-да, как звериный инстинкт. И его не попадешь. Нет-нет, наоборот, когда звериный инстинкт, он что упало делать, необдуманно. А, нет-нет, это бессерки. Нет, эти ничего попало делали. Это бессерки. Это бессерки. Это ничего попало. Эти их без вилла, они побеждали часто. Ну, в общем, в общем, дальше. Шестая. То есть спортивная. Не питать ненависти. Седьмая. Даже не любить его. Ой, это, да я думал, даже не любить ненависти. Даже любить его. То есть врага любить. Даже любить его, слово стоит. Я думал, не любить ненависти. Восьмая. Благодетельствовать врагу. Подожди, стоп. И последняя, девятое. Молиться о нем Богу. Девятое. Молиться о нем. То есть конечная цель врага обратить ко Христу. Ну, то есть, это как все, как это вот, это все мгновенно происходит. Не то, что ты, так, на какой я там ступени, а меня стрела, бесовская, третья, рожженная, вонзилась или не вонзилась? Это не так все происходит. Это происходит, согрешил ты или нет? А в чем дело? Слово Божие, как в тебя вошло? Питаешься ты Словом Божиим или нет? Ты ответ сатане дал сейчас через Слово Божие или не дал? Все. Вот как Христос это сделал? Он к нему подошел, я хочу есть, вот я хочу пить, я вот сейчас хочу. И он подходит и говорит, ну, если ты Сын Божий, то вот возьми и вот этим хлебам скажи, чтобы они сделали, этим камням скажи, чтобы сделали с хлебами. Все. И вот тут нужно точно ответ дать. Понимаешь, такое приятное, ну, правда, ну, кто тебе чего плохого? Ну, да, ты голодненький, ну, поешь немного. Но это сатана, он ничего просто так не говорит. Он хочет, он хочет, чтобы ты погиб. Он не хочет, чтобы ты стал верующим и здоровым. И поэтому ты должен сразу отвечать сатане. ты должен тут же вот прям кто-то подошел и тебе дает совет какой-то или что, ты должен сразу сказать отойди от меня сатана или сказать друг, благодарю тебя. Ты уже должен это видеть. Ты христианин. Это мгновенно происходит. Вот в разговорах, когда ты ходишь, беседуешь с людьми, вот здесь без этой подготовки и делать нечего. Если ты полоротый, не знаешь, как себя вести, ты лучше тогда рядом с каким-то братом иди, который, ну, может ответить. А так, чтобы просто ходить, как помню Зина. Ходила, ходила была у нас, пришла и такая, Игорь, мне вот Бог открыл сегодня, что я должна благовествовать и только с тобой вот быть. И я думаю, ну, что-то не то. Ну, ладно, будь со мной. Постояла немного, я тут поговорил, все, она, так, ну, ладно, я куда-нибудь пойду, тоже, наверное, схожу. Ну, сходи только это, там это, недалеко. Ну, ладно. Пошла, вижу там, с какой-то женщиной разговаривать. Женщина что-то там продает какие-то книжки. Я даже не подходил. Подходит и такая, дай мне эту книгу, вот эту, к истинному православию. Я говорю, а зачем тебе? Показать что ли? Да нет, я хочу той женщине подарить. Я говорю, а кто она? Да она эта, язычница. Я говорю, она что-то хочет, что ты подарила ей? Нет, не хочет, но я просто ей подарю. Я говорю, на материал подари, ей хватит. А я хочу книгу ей подарить. Я говорю, ну, эта книга стоит для того, чтобы люди, вдруг кто-то пройдет, заинтересуется действительно. Она не будет ее читать, эту книгу. Дай ей материал, а потом, говорю, придешь на следующий раз, и если ей понравится, подалишь книгу. Она будет еще здесь стоять. А книгу выпускает какой-то Ракши его, Ракши. Он здесь в Горном Алтае, какой-то там камень нашел. И около камня залежается. Вот там помесь индуизма, и вместе с буддизма, и язычества. Серьезнейшая помесь. И у него, главное, одни девушки. Он сам такой, лет 50, такой презентабельный, такой мужичишка, такой кучерявенький, ну, видно. И вокруг одни женщины молодые. Одни молодые только, девчонки. Ну, понятно, короче, куда все это у него ведет. Там, где-то рождение, там все такое у него, это, чтобы дети были. Я смотрю, я потом подошел, поговорил, говорю, Зина, нет, я не дам тебе эту книгу. Как она обиделась? Ах, так? Тогда я больше вообще никуда не приду. И в конечном итоге, там, прошло года два, ушла. Все. Вышла за неверующего, не знаю сейчас, что там с ней дальше произошло. В общем, вот так себя, конечно, никак вести нельзя. Если ты не знаешь, как кому, с кем работать, с человеком, кто он такой, что ему надо, и как подходить. Она думала, сейчас все заключается в том, чтобы человека как можно больше информации снабдить. Нет. Человеку нужно открыть сердце свое навстречу Христу. Не разум даже, а сердце. Разум он не сможет никак разумом достичь, не достигнуть Христа разумом, потому что он невидим. Он достигается через веру, а веру дает сам Господь. Поэтому сердце открыть надо. Как раз вот через вот эти вот дела-то сердце и подвигается. Брак начинает понимать, что что-то есть. Да, совесть. Совесть это, говорит, тот канал, участок души, который зарит Бога. Так что, поэтому, а совесть очень сильно открывается. Поэтому Златоустый говорит, а если бы, говорит, Давид сделал так, что, если бы он благовествовал, и Голиаф обратился и сказал, ах, что же я делаю, вы, оказывается, сыны Всевышнего, и я тоже такой же буду. А ну-ка, я сейчас пойду со своими разберусь, расскажу-ка им я. И пошел проповедовать. Они смотрят, что такое, он Давида не убил, повернулся, пошел, зашел к ним в войско, он же здоровенный был, три с половиной метра, и сказал, слушайте меня сейчас, я поговорил с этим неверным, я думал, оказывается, это в самые ненависть, наши братья, они спасения нашего желают, у них Бог, знаете, какой истинный. Вот, законы, где правильные, и все. Это была победа, говорит. И все войско обратилось, и теперь не один против другого стоят, а огромное войско, и все идут за Бога. А? Как бы было. И без, без, убийств без всего. Но нет, не происходит всего. Нужно уметь защищаться, как сказал Ленин. Это правильно. Но мы теперь тоже... Сказал Ленин. В деталях, это мне сложно вещи говорить. Ленин, это же ты из был. Ну, Ленин, нет, он говорил про другое, про защиту отечества. А мы возьмем эти слова и скажем, ну, правда, надо уметь защищаться. Уметь. Божий закон снова. Да, кстати, он Божий закон, хорошо, отлично. Божий закон, пять, сочинения там такие у него есть. Карла Макса, сочинения, на пятерку тоже. Они все знали хорошо. Закон, тогда же преподавали у них попы. Гимназия. Куда бы он делся? У него отец был, генерал-интендант какой-то. Представь, он гимназии курировал. Целого уезда. Инспектор был. Представь всем. Поэтому он учился, у него золотые медали. Ну, и что они вот знали, знали, скажем так, Библию-то хорошо, и столько разу погубили. Да. Вот именно губили те, кто знал Библию. Они знали, свое отношение было к попам, как себя ведут попы. То есть, те пастыри, они смотрели, а пастыри как себя ведут? Они народ голодный, а в монастырях там у них все чисто, тишь да гладь, все хорошо. Епископ сидит вот такой, все пузатые, на тройках ездят. Все нормально. А крестьяне вокруг голодают. Приписные были к монастырям крестьяне, ты понимаешь, что это такое? То есть, крепостничество такое было. Крепостничество монастырское. Монастырь, там монахи, вокруг них деревни, и эти деревни кормят монастырь. Сколько они делают? А монахи сидят молятся. Это до чего дошло? А при всем том, Игнатий Бринчанинов, подожди, нет, Феофан, затворник, нет, Игнатий Бринчанинов, что же я, ездит инспектором по монастырям, объезжает 1275 монастырей, это перед началом 20 века, 1890 какой-то, восьмой там год, и потом пишет в этот, в сенот записку свою докладную, едва ли в четырех, от силы в пяти монастырях, благочестие. В других, в монастырях, в других монастырях, печальное лицедейство и бесстыдная ложь. Печальное лицедейство. Ты понимаешь, что такое лицедейство? Это актеры. Это актеры. Актеры, которые очень не хотят свою роль играть. Понимаешь, им надо было играть роль благочестивых людей. Это самое, что ни на есть, сложное. Благочестивого человека сыграть. Это взгляд нужно, покорность. Это себя нужно, знаешь, как ломать? И потом другого гнобить, вот так вот, потому что ты не хочешь быть таким, а он вот тут вот сидит рядом, мешает тебе. И вот это все везде было. Все это обман везде. То есть не просто так это коммунисты, как вы считаете, что это? Не просто так. Ну ты представь, какую надо ненависть к людям иметь, чтобы подкраться с кувалдой к очагару на крейсере и своего офицера, который стоит, командует, куда там плыть, кувалдой по затылку убивать? Это какой нужно иметь ненависть, чтобы попа приколачивать к алтарю, к царским вратам? Или живым закапывать рядом с церковью? Какую ненависть надо иметь так? Ну там надо, не просто так, что каждый весноватый ходил, что ли? Это ясно, что ты что-то имел? У тебя кто-то умер и так далее. Как вот этот фильм, кто может видел последний, Ладога, Ладога называется, многосерийный, там где Дорога жизни. Возят они, возят они, ленингарцы. Ну и там это, один, решили немцы отравить одну машину чумой, заразить, чтобы ее завезли туда. С продукты отравить, представьте, чумой. Причем такая чума, она там с задержкой, то есть ты принимаешь ее, а начинаются симптомы, там часа через два, там вот такое все. И вот, и они это, подговаривают, там одного, ну берут там, парнишку, ну и они сидят, назвали его троллем. И говорят, ну а этот тролль-то, говорит, он предал уже нас, что-то долго его нету, немцы. А он должен был на машине подъехать, он водителем там устроился. Ее заражают, и он обратно в колонну и туда. И он говорит, да нет, вы просто не знаете, как он ненавидит их. А что такое? А вы, если бы, вы свою собственную сестру съели, как бы вы, относились к этой власти? Понятно. А он с украиной был, этот парнишка. И родители, и родители сварили сестру. И он сестру ел, и он это знал. И остался живой. И теперь, как он будет относиться к этой власти? Какая у него любовь? Вот какие чувства бывают, испытывают люди. Вот эта ненависть была уже столетиями, она как в крови крестьян. Гнобили, 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 и в конечном итоге, и потом убивают царскую семью. Вот это меня все время поражает. Царь, святой и так далее. Стреляют в них. И все убили царя только, и царевича Алексея. Ни царицу не могут убить, ни четырех дочерей. Подходят, их штыками докалывают. Почему? У них корсеты были, полностью бриллиантами набиты. Представьте бриллианты, что такое? Корсеты, понимаете, что такое? Пули, ну бриллиант, пули стреляешь, а это бриллиант, его не пробить. Бронежилет. Как бронежилет получается. И вон отскакивает пуля, она бац, ну там бриллиантом тебя поранила, а пуля сама вот так уходит. И они будут, стреляют в них, ничего понять не могут, в чем дело. Царя-то в рот сразу застрелили. Цесаревича сразу тоже в голову, и тут, ну пацан маленький, недолго ныщился. А этих никак дострелить не могут девчонок, и они в конвульсиях вот так вот, представь там сколько кровища было. И они бегают, их никак докалоть не могут. Там все в крови было. Почему все снесли, там все стены отбили для начала, чтобы никто не видел. Что бы с ним связывать? А что, если это коммунисты делали, что я могу сделать? Такие они были, мы должны это знать, чтобы такими не быть. Ими двигала жажда мести, да? Ну, нет, я к тому, что, ты понимаешь, уже убивают их все. У них столько бриллиантов. Знаешь, сколько один бриллиант стоит? Тебе хватит на всю жизнь, и еще останется детям. А у них все вот это, в бриллиантах, и они еще живут, уже под арестом, уже знают, что пришло все им. И они все их держат еще. И никто не знает, их никто не обыскивал. Сколько драгоценностей на каждом везде. Понимаешь, как это любостяжание, это сребролюбие, как оно тянет? И как ненавидеть-то? Эту салтычиху возьми, которая детей травила собаками, и так далее. Они же все это знали. А Попов, вот, брат только что читает Лискова, я ему специально дал, чтобы он меня понимал. Этот еврей прибежал, сына забирают в армию, десятилетнего. Дайте мне сына. Не этого в армию, армия 25 лет. Семилетнего даже. Даже семилетнего. И вот теперь, рассуждают, а кому? К архиерею, только архиерей может отпустить. Ну, отпускать его в армию, или с отцом оставить. И вот этот еврей, там, засаленными, там, какие-то бумажки, там, эти, сует, какие-то денежки, там, свои бит. Разблечил его, какой он весь. А тогда евреи, что, бесправные были, все это. Кошмар, кошмар просто, что творилось. Забыли уже все это просто. Понятно, Ленин на этом все пришел, и тогда это было деспотично. Но, что устроил Ленин теперь уже, на всей этой ненависти? Он должен был поступить, вот как Добродетелек написано здесь. Он поступил, полностью наоборот поступил. Игорь Владимирович, вот смотрите, почему у нас такое, как бы, осталось, что у нас русские, как дуло, как крысы, грызут, грызут, вот такой вот, гражданские войны, сейчас какие-то смуты, на Украине, это же все родные, ну, наши же русские получают, почему у нас так? То есть, нет же такого, американцев, англичан, французов, потому что, ну, почему, ваше мнение, почему, как крысы, друг друга грызут, меня тут вообще, очень даже удивляет. Мы же образованные, как бы, тоже все. Потому что, на Руси не было проповеданное Евангелие, как должно. Видишь, греки получили, они очень сильно были привязаны к Римской империи, и поэтому, вот, Евангелие, хоть они и на греческом языке было написано почти все Евангелие, они прям на родном читали, понимаешь? Если было что-то на иудейском, то очень много иудеев было связано с Грецией. Почему? Потому что там все римские дороги проходили. Греческий язык был практически, как сейчас, английский, понимаешь, в чем дело? Поэтому им, они знали Евангелие доподлинно, практически. То есть, у них всегда все было, у них больше было этих распространено. К нам Евангелие пришло через Ризантию уже. То есть, мы совершенно ничего не знали. Были чистые язычники. У князя Владимира было, вот, у Соломона было тысяча жен, то есть, 300 жен и 700 наложниц. У князя Владимира было 800 жен и 400 наложниц. У князя Владимира, который Василий потом стал, потом опять сейчас его Владимиром почему-то назвали. Представляешь, что это такое? 1200 баб одним словом было у мужичка. И он отказался от них, когда крестился и взял и не взял ни одну из старых, я все еще думаю, почему. А взял себе сестру этих царствующих двух братьев в этот момент. Как ее звали? Ну, смотрите, по-честному, есть чем с вами. Когда было сестра Джону понимать, что это не нужно человеку. То есть, он как бы пережил это. Да, ну, то есть, когда ему рассказали, все, то есть... То есть, он понял, что это неправильно, да, любого боя? Да, он понял неправильно, но не оставил себе ни одну из тех, ну, так посчитал бы, сказал, ну, вот это моя любимая, ее оставляю, все. Нет, отдайте мне царицу. То есть, он до конца оставался язычником, хитрым, пронырливым, лишь бы вот это он посмотрел, ого, как везентея, так я так же хочу жить. То есть, никогда человек русский, ни один из высокопоставленных, и не князь этот, великий наш Владимир, Красное Солнышко, никогда по Евангелию не жили ни одного денька. Не жили. Да? Так он же крестился ради только того, чтобы ее взяли. Не забудьте, что он, когда пришел, он ослеп, вот в чем дело. Условия, да? Он ослеп, он был слепой, когда они захватывали Херсонес, он слепой был. И ему сказали, если, говорит, ты крестишься, то слепота пройдет. И действительно, крестился, слепота прошла. Вот чудеса-то, какие Господь делал. И, конечно, он тут уже все, едет уже, ему надавали этих греческих монахов, а русский язык, он сложнейший язык. Русская культура, тем более языческая, сложнейшая культура. Как это все нужно было сделать? Русского языка нету. Евангелие переводят на какой? Ближайший язык, какой? Болгарский. У них церковно-славянский язык. Это богослужение происходило на церковно-славянском языке. Его прям берут, у болгар взяли. Но это язык не болгарский был. Это был смесь 70% болгарского и 5% венгерского. Остальное с греческих слов. Кошмар! Начинай сейчас читать, это уже многие слова заменены, которые, что мы сейчас читаем. Вот мы сейчас были на поклонах. Ну и как вам? Болгары вообще тюркские народности. Тюркские языки. Когда начинаешь петь, даже пели, сколько песнопения, якобы... То есть они турки, что ли, получается, поближе к туркам, да? А где, как это? Песнопения там... Яко... Нет, это... Как там... Я уже забыл. Начинаю. Как? С нами, да. С нами. То есть языцы. Яко с нами Бог. А, нет, 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 нет. Это следующий-то. Другой. Бенгер-то они же... Другое песнопение, которое мы пели, которое я... Которое я там выпивал. Мы его не смогли. Кто Бог... Яко Бог... Ты си Бог... Нет, это не то. Я тоже другой пою. Там Володя спрашивает, а это что за слово? Он спрашивает, а это что за слово? Володя, который стоит уже, сколько поклонов бьет уже, и он не поймет, что это означает, когда мы поем. Мы поем нормально уже, там, каждое слово проговаривая. А представьте, люди, которые ничего не знали, язычники и попы вот с тем менталитетом, который уже у них сложился. Они идут все толпой, вот как... Вот они идут, там к ним кто-то подходит. Адам, здравствуйте, вы откуда? А он разговаривает, приветствовать нельзя, Христос сказал. Где-то у вас гора? Вон там. К горе идут, как пингвины. Стройно. Все, яйцо несут, евангельское. Дошли до горы. Раз, все туда залезли. И народ стоит, языческий, представь, ничего не знает о Христе, не знает ничего о Царстве Небесном. Стоят, смотрят в эти норы. Ах, странные мужики пришли, не успели зайти, и в нор, и закопались, и не видно их никого, и ничего не говорят. И что ты будешь думать о них? Кто это? А они несут спасение. Они сейчас молятся за этих язычников, чтобы они обратились. А где благовестие? Так мы их языка не знаем. Какого тогда сюда? Рожна приперлись. Идите учите, знайте. Что тогда идти-то сюда толпой? Идут, никто языков не знает. Как тебе это? Не, ну вот представьте себе, это так и было. Они же не успели языки-то выучить. И вот они пришли, все, яйцо евангельское в горе, это в Киево-Печевской, там подгорной лавре. Все. И теперь, вытащили они это евангелие даже. Люди кинулись к нему. Есть такой вот интересный фильм, называется, он американцы сейчас сняли. После катастрофы остаются там люди уже, и они как это, заучивают книги разные. И вот идет один, Ильи его звать, он негер сам. Идет и несет Библию. И он ее несет, несет, ему надо донести в один город, и там, чтобы эту Библию переписали. Она достояние всех людей, никто. И все знают, есть такая книга. И вот один там плохой такой, плохой такой на дороге стоит, как разбойник, там городок, и он его оккупировал, и он знает, есть такая книга. И вот когда начинает ее читать, то, ну просто завораживаешься. И он начинает, они везде говорят все и никак. И у каждого спрашивают, это где, ты слышал этой книги? Ты видел эту книгу? Святую. Нет никто. И вот он идет, и с этой книгой, у него эта книга толстенная, и он ее открывает на каждый вечер, и прям читает, там показано все это книга. А потом, он у него эту книгу, короче, отбирает, этого, убивает этого Илья, и разворачивает ее, оказывается, что эта книга над слепом на речи. Ее читать невозможно. А там такие пупырышечки одни. И он читал ее, как-то, видел ли этот фильм, да? Нет? Ну вот недавно он вышел такой. Смысл такой, что есть книга, но нужно еще знать слова, которые написаны. Нужно владеть грамотой. Если крестились в 1988 году, а Библию перевели в 1876 году, закончили переводить, закончили переводить, почти 10 веков. Представляете? 9 веков, это точно, 9 веков, 9 столетий не было на нормальном русском языке, и все только кормили. Да нельзя на этом языке, то ли дело церковно-славянский. Это тоже самое старобрядцы сейчас остаются. И у них такие вопросы поднимаются. У меня вот есть один товарищ старобрядец, и он мне такие вопросы иногда задает. А вот там кто-то написан, ты читал? А Богородица, вот там это, а Богородица, ну сколько она там говорила? Я говорю, ну во второй главе она много сказала, Луки. А что она там сказала? Я говорю, ты почитай, она уже пророчица. Она же пророчица говорила, прямо о себе. Ну и такой, мало ли, кто там о себе будет что говорить? Это Господь не принимает. Я говорю, да это Богородица. Ты о чем говоришь, старобрядец? Богородица. В Слове Божьем написаны слова, которые она говорила. Их не так много, но много. И каждое слово, оно нам на вес золота. И ты такие слова говоришь. Ты понимаешь, о чем ты говоришь-то? А почему? Он не верит нашему переводу. Ты понимаешь? Потому что не старобрядцы перевели это, а новообрядцы, никониане. Вот этот перевод, который мы сейчас читаем. Вот это златоуста, то что я читаю, никониане перевели. Нестаробрядцы. А кто это перевел? Это никониане, мы перевели. Мы же новообрядцы. Новообрядцы, так называемые, перевели, которые от Никона тремя перстами молятся. Новообрядцы, они говорят тем, что Серафим Царовский был уже при новообрядцах. Уже не при старообрядцах, а при новообрядцах. Серафим Саровский был И Серафима Саровского Старобрядцем не признают Начинают говорить, что он Что он сгорел, когда курил Курил, папироса у него выпала И он загорелся и сгорел Представляете, что говорят А он умер, прям как молился И умер вот так ничком И так у него и икона, и его Евангелие И он вот так вот прям сидит и мертвый уже Все И хорошо, потому что тут Я сделал специально И так Остановимся Значит на девятом Последнем, девятая добродетель Называется она Молиться О врагах Богу Видишь ли какая высота Любомудрия Любомудрия Это Любомудрия Это значит Человек, который любит Слова Священного Писания Вот так будем говорить Это точное Определение Я раньше думал Что такое любомудрия Все переводил Переводил В разных цирковно-славянских Толкованиях А потом А, любитель Священного Писания Тот, кто любит Слова Христа Поэтому вот Мы знаем Теперь это Высота Любомудрия Высота Того, кто любит Заповеди Божии Исполнять Вот Молиться О врагах Богу Вот если вы Что-то с вами сделали Такое Ну Называется Богинное испытание Если такое Небольшое испытание Ну понятно Да тоже даже Небольшое испытание Сегодня у меня тут было Я тоже Начал тут ругать Эту посуду Надо было просто Помолиться Я посуду уже Посуда такая-сякая Не понравилась Тоже это В принципе Надо помолиться Было И все Поэтому Нужно Только если вы Помолились К Христу На колени там встали Или просто В уголке помолились Крестное знамя Сотворили или нет В уме помолились даже Все Вы на высоте Добродетели Вы на высоте Любомудрые Оказались Понимаете Все Вы себя проверили Вас Господь испытал Вы себя проверили Вы со Христом Исполняете его заповеди Вы не обозлились Не возненавидели Готовы дальше продолжать Даже терпеть за него И вдруг Вы увидите Что получится Из этого Будет необыкновенность Какая-то Или какая-то Новая встреча Необыкновенная Или вам Господь что-то покажет Даст какую-то Награду Уже здесь написано Да Я ходила к больной И я пришла И я читала Все время Евангелие Псалтырь Ну с ней говорила Ну общалась Я благобестовала Говорила Ну и она начала Обесноваться Она начала Это как понять Она меня Как это понять Обесноваться Что она начала Ну стало меня Что она меня Ненавидит Ты уходи Все в таком Гнать Ну она в одной комнате Я ушла И я все равно Продолжила Да у нее Разряжение было такое Я ушла В другую комнату И я все равно Продолжила читать Евангелие Все места Где касается Об искушении Об этом Об этом Псалтыре Евангелие И вы думаете Она успокоилась Она успокоилась Да Она успокоилась И ночь Она спокойно спала А потом я подошла Я думаю Что если бы у нас Было время Еще Об этих примерах Очень много Было этих примеров Когда Когда ты Остаешься На высоте добродетели Вот В этих ступенях Не запутываешься А Начинаешь молиться Христу Ненависти Никакой нету И Господь Всегда Успокаивает Всегда Почему Почему Потому что Впереди у Господа Далеко идущие планы На нас Сложную песню Давай другую Почему Мы споем сейчас Вы споете Я сейчас начну Сейчас начну Небо Стремиться Ей нужно За облаками За облаками Есть вечное Бытие Когда я уверовал В Бога На призыв Христа Отозвался То от притяжения Земного Не сразу Но Оторвался Не космос Нам нужен А небо Где слабых Не обижают Где не умирают Где не умирают Без хлеба Где вечности Мир Обитают Небо Оно не случайно Небо Глубокая тайна Но Но Библии Слеп Перед нами Но Открывает Ее За Облаками За Облаками Есть Вечное Бытие Душа Душа В мире Зла Не Пригрелась Земля Ей Не Стала Домом Хотя Для Нее Все Имелось И Было В достатке Готово Но Перед Грехом Склониться Бессмертной Душой Нелепо Душа Моя Выстремиться Нужны Ей Свобода И Небо Небо Оно Не Случайно Небо Глубокая Тайна Но Библии Свет Перед Нами Нам Открывает Ее За Облаками За Облаками Есть Вечное Бытие Спаси Христос Брат Достойно Достойно Есть Такого Истинно Блажите Свет Богородицу Богородицу През Завлаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Чистейшую Херуби Бесславнейшую Бессравнение Серафим Без Истления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Господи, благодарим Тебя, что и в этот день позволил нам собраться здесь и прославить Святое Твое имя, прикоснуться к словам Твоим. Все услышанное здесь, Господи, дай нам правильно понять. Раствори все это верою, дай нам силы все исполнить. И покажи нам тех людей, с которыми мы могли бы поделиться этим божественным даром. Благодарим Тебя за это чудное толкование. Господи, распусти нас с миром, дай мир на Украине, правителям наших, да мудрости, как поступить, Господи. Дай им понять, что не нужно воздавать злом на зло и ругательство на ругательство. Дай нам, Господи, любви искренней к врагам нашим. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Хочу оповестить, что в пятницу у нас также будет два часа, поэтому кто, возможно, чтобы не болел никто, дай Бог. А, Господи. Да, пожалуйста, милости просим, кажется, в тесноте, да не в обиде. Да. Хорошо, у Вас никогда так много.